Добрый день, дорогие друзья, с вами Алена Романова, это снова Ночные диалоги. Сегодня тема ценности. Очень многие, коучи, эксперты сейчас на каждом углу говорят ценности, ценности. Выбирай себе сотрудников по ценностям, помощников, ассистентов, в коллектив набирай сеток людей. Но мало кто разворачивает это понятие. Сегодня я постараюсь это сделать на основе книги «Философская антропология», которую написал Карлос Вальверде. Испанский философ, религиозный. И здесь мы разберём, что такое ценности и антиценности, ценности по Шеллеру, по Артеге Гассету, по Алехандро Рольдану. И сделаем некий такой вывод, а что же эта ценность нам даёт. «Ценность – это всё то, что придаёт смысл и достоинство человеческому существованию», – пишет Вальверде. «Это всё то, что помогает личности всё более становиться личностью в полном смысле слова. Поэтому ценность – это не только благо само по себе, но благо для меня», – заключает Вальверде. «Ценности – это не столько вещи, сколько качества». Вот уловите это слово главное – «качества вещей», да? «В силу которых вещи становятся ценными, приобретают определённую значимость». Сейчас можете какой-то пример вспомнить. «Из детства, из юношества, когда, что для вас имело ценность, вот именно качество этой вещи». И тут же Вальверде приводит пример. Ну, например, если нас интересует научное открытие, восхищает красота пейзажа, трогает благородство или святость другого человека, мы любим своих родителей, всё это почему происходит? Потому что мы улавливаем в них нечто большее, чем просто бытие. То есть мы постигаем их ценность, какую? В отношении к нашей собственной личности. Понимаете? То есть ценность связана к тому, какое отношение это имеет к нашей личности. Это второй такой тезис. Первое – это было качество вещи. Второе – какое это имеет отношение к нашей личности. Потому что, пишет Вальверде, если бы можно было обойтись без ценностей, мир и жизнь стали бы пресными. Значит, третий тезис – ценность даёт наполнение и ощущение полноты бытия. Четвёртый тезис по Вальверде – ценности способствуют развитию собственной природы личности. Это же нас и развивает, когда мы действительно прописываем, вот это для нас является ценностью, а это не является ценностью. Истина, уважение к другим людям, способность к совместному существованию, служению, поклонению Богу, соблюдение божественного закона – всё это – неистащимый источник смысла. Но также существует что-то противоположное в нашей реальности. И это противоположное Вальверде называет антиценностями. Это такие реальности, которые по самой своей природе входят в противоречие с нашей целостной структурой личности. Это ненависть, расизм, страсть к роскоши, зависть, эксплуатация человека человеком и прочее. Понимаете, поэтому человеку важно сформировать для себя шкалу ценностей и прописать некую иерархию, утверждает Карлос Вальверде. Понимаете, вот если вы не можете примириться с тем, что ваш начальник матерится и разговаривает с вами в гневном тоне, с осуждением, с постоянными претензиями, то это для вас является антиценностью. Человек, который постоянно вас уничтожает как личность и хочет загнать в какие-то рамки постоянного страха перед самим собой. Почему вот важно расставлять ценности в иерархическом порядке? Ну, для того, чтобы такая шкала была для вас ориентиром. Чего? Вашего поведения. Вот пятый тезис, значит, ценности помогают нам корректировать наше поведение, коррекция нашего поведения, когда мы расставляем их, делаем шкалу и расставляем в таком неком иерархическом порядке. Теперь поговорим о Максе Шеллере. Как вы знаете, Макс Шеллер — это немецкий философ прошлого столетия. Как мы это постигаем? С новоположников философской антропологии, философии, развития человека, познания человека. Нам они даны не в чувственном или рациональном познании, а в эмоциональной интуиции или в аффективном восприятии ценностей. Причём даны как духовный, нечувственный акт, схватывающий сущность ценности. То есть по Максу Шеллеру ценности подаются в эмоциональной интуиции или в таком аффективном восприятии. Алехандро Рольден утверждает, что оценивать — это значит не только познавать, но и чувствовать. Не только чувствовать или испытывать эмоции, но и стремиться. Не только стремиться, но интенционально привлекать в себе оцениваемый предмет. Интенционально, то есть направленно, постоянно иметь направленность к тому предмету, который имеет для нас ценность. А что будет результатом оценивания? Это уже будет стремление, которое направлено к предмету или же наоборот прочь от него. То есть само стремление по Рольдену получается и является результатом оценивания, что есть для нас ценность, а что не является ценностью. Структурированная реальная оценка складывается из множества элементарных оценочных актов самих по себе, несознаваемых, которые соединяются и сливаются вокруг центрального, как правило, сознаваемого познавательного ядра. То есть по Рольдену, получается, есть некое центральное сознаваемое ядро, и вокруг него есть несознаваемые. И они становятся сознаваемыми только когда мы их оцениваем. Итак, существует два оценочных полюса. Это объективная ценность и антиценность. Красоте противостоит безобразие, доброте – злобность, истине – ложь, добродетель – порог и так далее. Теперь поговорим о классификации ценностей. Как известные философы классифицируют, выводят свою типологию ценностей. Например, Макс Шеллер, немецкий философ, говорит, что есть четыре вида ценностей. Ценности приятного и неприятного, витальные ценности, духовные ценности, которые делятся на эстетические ценности, ценности справедливого и несправедливого, интеллектуальные и религиозные. То же нам предоставляет испанский философ Ортега и Гассет. А он разделяет на следующие – утилитарные, витальные, духовные, которые подразделяются на интеллектуальные, моральные, эстетические и религиозные ценности. Третий философ, Алехандро Рольден, предлагает в следующую типологию – логические, интеллектуальные, эстетические, ценности стремления, нравственные, религиозные, социальные, экономические, политические, чувственные, витальные и инстинктивные ценности. Как видите, нет единогласия. И вот такое отсутствие единодушия объясняется тем, что человеческие акты постижения различных ценностей, они сложны, потому что в них играют важную роль и субъективные, и подсознательные элементы. Ну а как по юнгу мы уже знаем, и бессознательные наши. Ценности имеют огромное влияние на Личность, и здесь проявляется влияние Личности на общую оценку и на решение, которое принимается в конкретных жизненных обстоятельствах, что в принципе по Виктору Франклу называется ситуативная ценность. Я просто говорю, что есть высшие ценности, которые мы не трогаем, это любовь к матери, чуткое отношение к ребёнку, забота. И Вальверде заключает, ценности человеческого духа должны стоять выше телесных ценностей, ибо именно духовные ценности в наибольшей мере являются специфически человеческими. Сегодня я постаралась вам предоставить широкий пласт этой темы, развернула её максимально, дала классификацию по нескольким философам известным мировым, и поэтому для вас будет теперь полное понимание. И второе, что я хотела бы в заключении сказать, что видите, как нет единой классификации, как нет единой классификации фразеологизма в лингвистике, так здесь и нет философии, единой классификации ценностей. А что будет для вас опорой? Это только вы определяете. Либо вы возьмёте классификацию по Шеллеру, или Артаге Гассету, или Алехандро Рольдану, или же другую классификацию по Франку. А возможно, вот здесь вы скомпилируете, интегрируете какие-то части из каждого философа и возьмёте, выведите что-то своё, духовные, материальные, интеллектуальные ценности. Поэтому только вам и решать. А я была очень рада вам предоставить эту информацию, и также буду рада, если вам понравился материал, если он действительно был для вас полезен. Пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий, поделитесь с друзьями. И ещё, те, кто хочет поработать над своими ценностями вместе со мной, у меня есть пятидневный аудиокурс. Вы можете это сделать в любой точке планеты. Все, кто хочет со мной поработать, пожалуйста, или приобрести этот курс, пожалуйста, напишите мне. Я оставлю под этим видео комментарий, ссылочку, где вы можете зарегистрироваться, как связаться со мной. Для того, чтобы приобрести этот курс по рождественской новогодней цене и расставить приоритеты для себя на следующий год. Потому что без ценностных ориентиров вы будете просто плыть по течению и барахтаться там. И не будете знать, что у вас есть ценность, что антиценность, что уже нужно вывести из переднего круга на задний фон, то, что уже отработано, какую ротацию сделать, что вывести вперед, как вот солдатов на передний фланг надо выводить, тех, кто сейчас сильнее, активнее. Что вам нужно это делать? Это все вам поможет в мой аудиокурс «Ценность себя». С вами была Алена Романова. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok